Вы смотрите информационную программу событий. Для вас работает Виктор Березовский. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. В Одессе обвалилось ветхое здание на Пересыпи. Трамвайный маршрут номер один продлен до Пересыпского моста. Одесские журналисты выиграли чемпионат мира по футболу. Верховная Рада уже сняла неприкосновенность с трех судей. Территорию проведения антитеррористической операции на востоке Украины следует срочно разминировать. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООН. В организации отмечают минные поля и неразорвавшиеся боеприпасы серьезная угроза мирным жителям. К тому же заминированные дороги – главное препятствие для своевременной доставки гуманитарной помощи. ООН выступила за комплексные мероприятия по разминированию в регионе. Меркель убедила Обаму не поставлять летальное оружие в Украину. Об этом заявил немецкий посол в Вашингтоне Петер Витт. По его словам, во время февральской встречи с американским президентом канцлер Германии использовала убедительные аргументы в пользу дипломатического решения конфликта на Донбассе. И Обама, мол, согласился. Напомню, после переговоров американский президент заявил, что поддерживает дипломатическое урегулирование ситуации на востоке Украины. Однако заверил, что пока окончательного решения по поводу поставок оружия Украиной не принял. В Европейском Союзе полагают, что Украине понадобится более 41 миллиарда долларов помощи в ближайшие несколько лет. Об этом заявила вице-президент Европейской комиссии Кристаллина Георгиева. Международный валютный фонд подсчитал, что в ближайшие несколько лет Украине необходимы для стабилизации 41 миллиард долларов. Я думаю, что эта сумма может быть еще больше. Полтора миллиона людей прошли через войну, потеряли крышу над головой. Я думаю, что поддержка этих людей потребует гораздо больших средств, чем мы думали, сказала она. В аварийном доме на 4-й Пересупской улице обрушился бетонный козырек. При этом в здании находились два человека. Как сообщает пресс-служба регионального управления ГСЧС, вызов поступил 18.27.9 марта. Рухнувший козырек располагался над входной дверью. По прибытию первых подразделений было установлено, что под бетонной плитой находится мужчина, личность которого устанавливается. Также пожарно-спасательными подразделениями были использованы средства малой механизации, гидравлический инструмент для извлечения пострадавшего из-под бетонной плиты. Мужчина был госпитализирован в 11-ю больницу города Одессы с диагнозом перелом обеих нижних конечностей тела. Также обрушившейся бетонной плитой в здании оказалась заблокирована женщина возрастом 44 года, которая в результате обрушения плиты не пострадала. Городской электротранспорт продолжает наращивать конкуренцию с другими перевозчиками города. Трамвайный маршрут номер один продлил с 8 марта свой путь до Пересопского моста. Ранее эта линия первого трамвая пролегала от завода Центролит до Лузановки. Теперь же движение было продолжено до следующей крупной транспортной развязки Пересопи. Это позволит жителям поселка Котовского удобнее, комфортнее и экономнее добираться в район моста с последующей пересадкой в центр города и другие районы Одессы, считают в коммунальном предприятии Одессгорэлектротранс. На линии стало на 8 вагонов больше. Такое перераспределение, отмечают, в предприятии позволило значительно сократить интервал движения, а пассажирам гораздо быстрее добираться до нужной точки назначения. Напомним, что городской электротранспорт – единственная отрасль в городе, которую до сих пор не коснулось повышения тарифов на услуги. Проезд в одесских трамваях по-прежнему равен 1 гривне и 50 копейкам за одну поездку. С 11 по 15 марта в Одессе пройдет первый детско-юношеский баскетбольный турнир в памяти Бориса Литвака. Он пройдет на базе школы Олимпийского резерва номер 2, которую Борис Литвак возглавлял почти 40 лет. Борис Давыдович Литвак – герой Украины, почетный гражданин Одессы и Одесской области, общественный деятель, создатель Центра реабилитации детей-инвалидов «Будущее», известного как «Дом с ангелом». Председатель правления Одесского областного благотворительного фонда реабилитации детей-инвалидов «Будущее» и заслуженный тренер Украины. Борис Литвак ушел из жизни 10 апреля 2014 года. В сентябре того же года на здании «Дома с ангелом» из дюшер номер 2 была открыта мемориальная доска в память о Великом Одессите, а сама спортивная школа была названа его именем. Из Египта с победой футбольная сборная украинских журналистов выиграла второй открытый турнир, организованный Александрийской библиотекой. Команда, составленная из семи одесситов и пяти киевлян, впервые выиграла соревнования, которые именуют неофициальным чемпионатом мира. В одесском пресс-клубе чествовали победителей. С 1 по 5 марта на спортивных площадках Египетской Александрии разыгрались серьезные баталии. Восемь команд, разделенные на две группы, боролись за статус чемпиона мира среди журналистских сборных. Украинскую команду собирал глава Одесского филиала Национального союза журналистов Украины Юрий Работин. На пути к триумфу, говорит Юрий Анатольевич, было немало преград, в том числе организационные трудности и лояльность судейского корпуса к хозяевам турнира. Если групповой этап украинцы прошли без особых проблем, набрав шестичков и заняв второе место, то уже в полуфинале нашим футболистам пришлось столкнуться с серьезным сопротивлением. Я взрослый человек, на самом деле плакал от радости, плакал иногда от разочарования из-за того, что была неправильная судейская коллегия, потому что когда был полуфинал, там было много непонятно, но все-таки команда добилась, и эта эйфория была. В тот момент, когда все-таки, знаете, пенальти, в этой игре пенальти решали все. Судьба путевки в финал определялась в серии пенальти. По аналогичному сценарию развивались события и в финальном поединке, и вновь удача сопутствовала украинской сборной. Как результат, старания и упорство – первое место на чемпионате мира. Впереди у украинских журналистов новые международные соревнования, если, конечно, будет присутствовать материальная поддержка, что немаловажно. Есть у наших коллег и еще одна мечта – провести подобный турнир в Одессе. Пользоваться таких событий преуменьшать не стоит. Я не представляю ситуацию, где бы я мог перечислиться, допустим, журналистами из Ливана, Курдистана или Арабских Эмиратов. К сожалению, или Египта. К сожалению, эти наши коллеги не приезжают в Одессу и редко бывают на Украине. Они мало о нас знают и думаю, что в профессиональном плане им было интересно услышать о Украине, о том, как мы живем, обменяться контактами. Я могу сказать, что после окончания турнира у меня только, например, на страничке в Фейсбуке добавилось около ста друзей из арабского мира. И из них человек, наверное, 30 – это профессиональные журналисты. И о погоде. Завтра в Одессе пасмурно, ожидается дождь, температура воздуха плюс 2, плюс 4 градуса. Оставайтесь с Академией, наши корреспонденты будут и дальше информировать вас о самых актуальных новостях. В студии был Виктор Березовский. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин